Патриотический центр в Брестской крепости стал одним из запланированных пунктов поездки Игоря Карпенко в Брест. Проект уникальный и в своей основе имеет важную составляющую. Здесь юноши и девушек не только обучивают военным наукам и дисциплине, но и через рассказы о событиях Великой Отечественной войны воспитывают чувство патриотизма. Центр, конечно, требует развития и своего дальнейшего, что ли, нароста определенного. Я поддерживаю эти идеи, которые предлагаются обл. исполком по реализации здесь постоянно круглогодичного лагеря патриотического. Надо сейчас серьезно проработать и все предложения, которые есть, и организационно-технические предложения для того, чтобы найти источники финансирования и помочь центру развиваться в нужном управлении. А то, что военно-патриотическое воспитание – важная составляющая образовательной и молодежной политики нашей страны, это очевидно. Вопросы патриотического воспитания молодежи актуальны сегодня для партнеров Беларуси по союзному государству – Российской Федерации. На базе патриотического центра реализуются и совместные проекты, например, кадетские смены. Буквально в ноябре в патриотическом центре побывали ребята из Чеченской Республики. Такие проекты нужны для того, чтобы ребята общались между собой, наложили контакты, конечно, в первую очередь. Мы вспоминали о героическом прошлом своих предков, тем более, что, вы знаете, часть чеченских воинов воевала на Брестской земле в июне 1941 года. Поэтому мы рассчитываем на то, что ребята подружатся, начнут общаться друг с другом, вспомнят о героическом прошлом своих предков, вспомнят еще раз о Великой Отечественной войне. И, конечно, этот проект в первую очередь направлен на противодействие фальсификации истории. Вопросы патриотического воспитания будут обсуждаться министрами образования Беларуси и России непосредственно в рамках заседания Совета Министров Союзного Государства. Кроме этого, на повестке дня еще ряд тем для обсуждения. Мы ежегодно обсуждаем либо в рамках коллегии, либо в рамках таких встреч и совещаний взаимодействия в области образования на всех уровнях, будь то среднее образование, будь то высшее образование, либо профессионально-техническое, среднеспециальное. И вопросы, в том числе и работы с талантливой, одаренной молодежью в рамках реализации молодежной политики. Поэтому сегодня будем эти вопросы затрагивать, будем обсуждать, будем договариваться о дальнейших встречах, в том числе и о проведении совместной коллегии.